МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они за последний месяц выросли примерно на процент. По отдельной позиции, например, по луку, разница составила почти 12%. Премьер поручил Акиматам стабилизировать ситуацию за счет запасов из стаб-фонда, а также постараться исключить лишних посредников между производителем и конечным потребителем. Для их выявления во всех регионах сформированы региональные комиссии. План по развитию сахарной отрасли разрабатывают в Казахстане. Проект документа разместили для публичного обсуждения. В качестве одной из мер уже со следующего года предлагают постепенно увеличить пассивные площади сахарной свеклы. За три года показатель должен увеличиться почти вдвое, до 38 тысяч гектаров. За счет этого в правительстве намерены увеличить производство сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн. Кроме того, в стране проведут комплексный анализ сельхозземель, после чего создадут реестр неиспользуемых участков. Те, что пригодны к возделыванию сахарной свеклы, предоставят сахарным заводам. Производителям будут оказывать поддержку в виде льготных цен на мазут и энергоносители, и дешевых кредитов. Публичное обсуждение комплексного плана завершится 11 августа. Три населенных пункта в Акмолинской области могут остаться без питьевой воды из-за риска разрушения плотины. По словам жителей, объектам водоснабжения нужен капитальный ремонт. Но в местном Акимате готовы предложить лишь временные решения. На полную реконструкцию нужны время и деньги. С ситуацией разбирался Амир Хайдаров. Почти 5000 человек получают воду из этого пруда-накопителя в Дамсинском сельском округе. Гидротехническое сооружение в 70 километрах от столицы построили еще в прошлом веке. Из-за полной изношенности на объекте перестали работать шлюзы. В 2015 году плотину реконструировали, однако через несколько лет грунт начал оседать, а на бетонных плитах появились трещины. Теперь под давлением воды в паводковый период всю конструкцию может смыть водой, которая, по словам жителей, затопит их поселок. Здесь очень большой объем воды, порядка 4-4,5 миллионов. Если вся эта масса воды пойдет, она застанет за собой дамсу, там тоже дамба находится, в степном там небольшая дамба, и вся эта масса воды пойдет туда вниз. Ну, будет очень печально. В паводковый период сотрудникам фильтровой станции приходится укреплять дамбу вручную. Есть система переливов, однако из-за пустот в грунте вода все равно просачивается и идет мимо труб, разрушая объект. Помогло, что воды было мало. Уровень все поднялся на 20 сантиметров, вот из-за этого, что паводка не было большой воды. Но никто не дает гарантии, что в следующий год снега будет мало и паводка не будет. По кемате сельского округа говорят, что ситуация на контроле у главы района. Но пока местные власти готовы предложить лишь временное решение. Разрабатывается проект по реконструкции, но на данный момент пока решение такое принято, рассмотреть вопрос сделать обвалование имеющихся шлюз, чтобы прекратить доступ воды, и где-нибудь рядом по плотине посмотреть место, чтобы сделать для весеннего перелива, чтобы весенний паводок как-то пережить без происшествий. На более масштабную реконструкцию требуются миллионы тенге, которых у сельского округа нет. По словам жителей, до зимы нужно провести хоть какое-то укрепление дамбы. В противном случае сельчане могут остаться без питьевой воды. Амир Хайдаров, Диас Кувланбаев, Мирей Талаб, Хабар-24. Генерал-майор полиции Желобек Халкуло найден мертвым в следственном изоляторе. В 7 утра его тело обнаружил один из постовых контролеров. Дежурная смена учреждения попыталась оказать первую медицинскую помощь, но спасти арестованного не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть в результате механической асфиксии. Сейчас работают следователи. Назначена служебная проверка. Напомню, Желобек Халкуло в разные годы возглавлял департаменты полиции Алматинской и Акмолинской областей. Его арестовали в конце мая по подозрению в получении взятки за прекращение уголовного дела. Супруги из Алматы стали жертвами мошенника и буквально в течение дня потеряли почти миллион деньги. Они им пытались купить бытовую технику на одном из сайтов с объявлениями. Мнимый продавец предлагает то один товар, то другой смог так заинтересовать и убедить в своей честности, что покупатели трижды добровольно перевели деньги. Продолжение истории у Индира Розалиновой. Все началось с того, что у супругов сломался холодильник, и они стали искать его через интернет. На одном из сайтов наткнулись на видео большого современного холодильника. Просили недорого, и семья решила приобрести его. Переписывались в мессенджере. Автор объявления заверил, что техника новая и гарантийный талон имеется. И тут же спросил, из какого города покупатели. Мы сказали вам о том, я в Таразе. Но вы знаете, я на данный момент сейчас гружу сейчас вещи и могу доставить вам холодильник бесплатно, буквально в течение нескольких часов, потому что я распродаю свой дом и так далее. Мы переезжаем, меня командируют, я военный человек в таком плане. Мужчина предложил купить еще мебель, игровые приставки, бытовую технику. Все выглядело как новое. И супруги начали совершать покупки. За каждый товар тут же переводили деньги. В итоге отдали почти миллион тенге. Позже лжепродавец прислал фото и видео загруженных в машину товаров. И исчез. Покупатели остались ни с чем. Сразу обратились в отделение полиции. Ну, подробно изложили, получается, все банковские переводы зафиксировали. Ну, и всю переписку подробно изложили. Что примечательно, то есть разговор весь шел по WhatsApp и телефоны, они все отключены постоянно. Такие преступления раскрыть по горячим следам сложно. Мошенники используют сервисы по отдельных телефонных номерам. Говорят, правоохранительных органах. В настоящее время по заявлению гражданина ИИ в управлении полиции Житсуисского района начато досудебный расследование по признакам преступления, предусмотренным статьей 190, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. С начала года у нас 1400 интернет-мошенничеств в городе Алматы за 6 месяцев. За 7 месяцев зарегистрировано. В полиции работает специальное подразделение по борьбе с компьютерными преступлениями. Их технические возможности позволяют отследить мошенников, но на это уходит много времени. Поэтому лучше изначально проявлять бдительность и без визуального контакта не доверять посторонним лицам, советуют полицейские. Индира Розалинова, сержант Жумабаев, Хабар-24, Алматы. Продолжаем выпуск. Казахстан готов оказать поддержку Азербайджану после нападения экстремистов на посольство в Лондоне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что считают неприемлемым проявление насилия в отношении дипломатических представительств. Кроме того, считают подобные акты нарушением основ и норм международного права, которые подлежат всеобщему осуждению и тщательному расследованию событий. Напомню, радикалы ворвались в азербайджанское посольство в Лондоне. Они сбросили с балкона флаг государства и выкрикивали религиозные лозунги. Ответственность за инцидент взяла на себя организация «Союз слуг Махди». В заявлении группы говорится, что ее лидер дал указание «принять срочные меры против президента Азербайджана». Восемь человек арестованы. Европейская комиссия предоставит Украине финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро. Об этом сообщают европейские СМИ. По новой схеме Евросоюз выделит до 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии. Оставшаяся сумма будет предоставлена в виде грантов. Напомню, ранее Германия выступала против выдачи кредитов Киеву в связи с ростом долга страны. Позже комиссия пересмотрела план финансовой помощи. Россия готова обсудить с США обмен с заключенными. Об этом заявил на пресс-конференции в Камбодже глава российского МИДа. Лавров отметил, что переговоры будут проходить в рамках специального канала, согласованного между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Напомню, этому предшествовал разговор главы российской дипломатии и госсекретаря штатов Энтони Блинкина. В ходе него обсудили предложение американской страны об обмене титулованной баскетболистки Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж американца Пола Уиллана на россиянина Виктора Бута, арестованного в США за торговлю оружием. Вернемся в Казахстан. В одном из парков столицы появилось новое экстремальное развлечение – катание на тарзанке. Как стало известно, аттракцион напрямую не контролируется госструктурами. Насколько это безопасно и законно, выяснил Сергей Цель. Давай, удачи! Новый аттракцион для любителей пощекотать нервы открыли в столице. За 2000 тенге можно скатиться по канатной дороге с высоты пятиэтажного дома. Пока зиплайн не пользуется широким спросом, по крайней мере днем. Зато в соцсетях канатку обсуждают бурно. Мнения комментаторов, что называется, разделились. Отзывы не совсем хорошие. С креплением проблемы вроде. Кажется, в Караганде это плохо закончилось. Неужели никому не был уроком случай в Караганде? Про тот самый случай в Караганде вспоминали буквально на днях. Инструктору, который не проверил оборудование и по вине которого погибла 33-летняя мама двоих детей, отправили в колонию на 4 года. Владелец столичного же аттракциона объясняет, здесь все безопасно и проверено, причем на собственном опыте. Ремни безопасности покупаются за рубежом. Все очень хорошего качества. Всем этим, естественно, нужно уметь пользоваться. Есть также шлемы и каски. Все это проверяется. Весь процесс катания контролируют взрослые мужчины. При этом никаких письменных гарантий того, что оборудование сработает четко и без сбоев, никто, естественно, не дает. Стало быть, в случае трагедии привлечь к ответственности кого-либо, кроме владельца, будет сложно. Для того, чтобы работать в людном месте, достаточно лицензии от частной компании. Все экспертизы у меня на руке. Вот видите, заключение от компетентных организаций, которые имеют право выдавать лицензионную организацию, которая может выдавать экспертизу и проверка оценки технической безопасности. У них государственная лицензия есть у организации, которая проверяет у нас аттракционы. Проверяющие частная компания. Это, по сути, посредник между министерством по чрезвычайным ситуациям и парком. Причем подобных фирм, оформляющих лицензию, несколько. И, по мнению юристов, некоторые работают, мягко говоря, недобросовестно. Они могут все поменять, показуху какую-то сделали перед экспертной организацией. Что у них там, я не знаю, все эти резинки, какие-нибудь там средства связи, что-то еще, какие-нибудь правила прописали. А потом могут все это не соблюдать, все может уже сломаться, все могут поменять и прочее. И тогда, конечно, ответственность не на экспертную организацию. Она на свой момент проверила, все было нормально. В МЧС разводят руками. Проверять подобные аттракционы напрямую они не имеют права. Бизнес, благодаря мораторию, все еще не прикасаем. В Акимате города также отстранились. В их компетенции лишь разъяснительная работа с предпринимателями. Другими словами, перед тем, как рискнуть, надо четко понимать, что никто, кроме вас, нести ответственность за вашу жизнь и здоровье в случае чего не будет. Сергей Цель, Асхат Серик, Хабар 24. Дни казахстанского кино проходят в Бишкеке. Накануне в столице Кыргызстана презентовали фильм «Мукагали». Это картина режиссера Булата Колымбетова. В ней рассказывается о последних годах жизни известного казахского классика. Официально картина выйдет в прокат в октябре. Еще одна лента, которая привлекла внимание зрителей, это фильм «Огонь» режиссера Айжан Касымбек. Пока Чермашев побывал на показах. Два дня, два примерных показа. Казахстанское кино в Кыргызстане знают и любят. Но картины, которые в этот раз представлены на суд телезрителей, это два разных полюса творчества. Фильм «Мукагали», с которого стартовали дни казахстанского кино, это драма погружения в душу литератора, попытка стать сопричастным не столько к творчеству известного казахстанского поэта, сколько к его ощущению жизни и свободы, выраженного стихами. Режиссер фильма «Болат Колымбетов» говорит, что для кыргызстанского зрителя кинообраз поэта будет лучшим дополнением к его стихам. Это фильм не про творчество поэта. Это кино про судьбу Мукагали Макатаева как творца. Рассказ о его талантливой сущности, жизненной позиции и эпохе того времени, когда он писал стихи. Почему он так рано в свои 45 лет ушел из жизни? Что стало причиной его конфликта с системой? В этой картине мы попытались ответить на эти вопросы. Второй фильм, который будет показан в рамках двухдневного фестиваля казахстанского кино, называется «От» или «Огонь». Кинокартина режиссера Айжан Касымбек наверняка придется по вкусу кыргызстанскому зрителю, уверены критики. Социальный подтекст, который вложен в комедию, очень близок к местному обывателю, ведь многие бытовые проблемы схожи для жителей двух соседних республик. Об этом нужно говорить и тем более снимать фильмы, считают известные деятели кино. В последние годы, это не из-за пандемии, как бы дефицит информации о центрально-азиатском кино. Поэтому мы должны знать и об узбекском кино, и таджирском кино, о туркменском, казахском, что происходит, какие-то совместные проекты обдумывать. И для зрителей тоже это очень полезно, потому что не хлебом единым жив человек. Кинофестиваль в Бишкеке организован государственным центром поддержки национального кино при содействии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Таким образом, Кыргызстан стал первым государством из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, где в текущем году планируется провести кинопремьеры. Основная цель идеи – международное продвижение казахстанских фильмов, а также привлечение партнеров и инвесторов для создания совместных проектов. Бибисаро Саубаева признана лучшей шахматисткой Азии по итогам прошлого года. Церемония награждения 18-летней чемпионки прошла накануне в Индии. Награду она получила из рук 15-кратного чемпиона мира Вишванатана Ананда. В свою очередь, казахстанка поблагодарила Международную федерацию шахмат за высокую оценку ее работы. На это событие отреагировал и президент. Хасмуж Мартукаев поздравил Бибисаро и пожелал ей новых спортивных совершений. И к этому часу у нас все. Всего доброго.